Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Игряну Шторм. Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952 году, когда сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма, используя деревянные моторные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров. Винси. Последний день Помпеи. 24 августа 79 года н.э. 30 тысяч жителей Помпеи и тысячи жителей других соседних городов были застегнуты врасплох внеземным извержением Везувия. Тысячи людей погибли в первые часы извержения вулкана. Еще тысячи погибли в последующие несколько дней. Так, цветущий город Помпеи превратился в город смерти. Троя. 1193 год до н.э. Парис украл прекрасную Елену, жену царя Спарты Менелая. За честь Менелая вступается его брат, царь Агамемнон. Его армия под предводительством Ахиллеса подошла к Трое и взяла город в кровавую осаду, длившуюся долгих 10 лет. Два мира будут воевать за честь и власть. Тысячи умрут за славу. И за любовь нация сгорит дотла. Посейдон. Накануне новогоднего праздника в Атлантическом океане терпит бедствие шикарный круизный лайнер Посейдон, который перевернула гигантская приливная волна. В то время как сотни выживших пассажиров, выполняя указания капитана, остаются в главном танцзале и ждут помощи с берега, профессиональный картежник Дилан Джонс ищет свой путь к спасению. Геракл Более тысячи лет назад измученная душа скиталась по земле. Полубог-получеловек Геракл, могучий сын царя богов Зевса, совершив все 12 подвигов, потерял семью и теперь находит утешение. Только в кровавых битвах. Разлом Андреас Рэй Рэй – пилот спасательного вертолета, который всю свою жизнь помогал другим людям. За все время работы он осмотрелся на множество жутких вещей и не раз оказывался в очень сложных ситуациях. Несмотря на все преграды, он спешил на помощь, даже не предполагая, что самое страшное ждет его впереди. Бэймен Начало В детстве юный наследник огромного состояния Брюс Уэйн оказался свидетелем убийства своих родителей, и тогда он решил бороться с преступностью. Спустя годы он отправляется в путешествие по миру, чтобы найти способ восстановить справедливость. Обучение у мудрого наставника боевым искусством дает ему силу и смелость. Вернувшись в свой родной город, Уэйн становится Бэтменом и ведет борьбу со злом. Электро Сюжет фильма основан на серии комиксов о приключениях греческой наемной убийцы Электр Начиос. Электро получает задание убрать клиента и его дочь, но вместо этого они становятся друзьями и решают вместе противостоять заказчикам, воинам ниндзя из тайного ордена наемных убийц. Полет Феникса Король Артур 2004 года Фильм о легендарной исторической личности. В нем большое внимание уделено историческим фактам и политическим событиям, имевшим место в период правления короля Артура. Но картина обещает совместить в себя как реальные исторические события, имевшие место в провинции Британии сразу после распада Великой Римской империи, так и мифы о подвигах рыцарей короля Артура. Ван Хельсинг Из-за освобождения мира от порождения ада, Ван Хельсинг по заданию секретного общества отправляется в Трансильванию, чтобы скрестить оружие со смертельно опасным, наделенным неведомой силой графой Дракулой. На помощь ему внезапно приходит бесстрашная Анна Валери, поставившая целью избавить свою семью от векового проклятия, наложенного убитым вампиром. И выдающихся джентльменов Чернильное сердце 2008 года Книжный лекарь Мортимир Мо, Фольхарт и его 12-летняя дочь Мэгги обожают книги, Но кроме этой всеобщей страсти, они еще и обладают удивительным даром – оживлять героев со страниц, прочтенных ими вслух книг. Но не все так просто, ведь когда герой из книги оживает, его место на книжных страницах должен занять настоящий человек. Телепорт 2008 года Подросток из неблагополучного района Дэвид Райанс всегда считался обычным парнем, пока однажды он не узнал, что он может телепортироваться с места на место. Новые способности открыли перед ним весь мир, он может побывать в Нью-Йорке и Токио, посетить античные развалины в Риме, увидеть крышу мира с горы Аверест, увидеть 20 рассветов и 20 закатов. И все в один день. Теперь ему не нужны деньги, он может взять сколько хочет. Однако в один момент он обнаруживает, что стал мишенью. На него, как и на других подобных ему, объявлена охота. На протяжении тысячи лет тайное общество стремится уничтожить их. Вскоре Дэвид узнает истинную ценность его новых способностей. Зимовое ядро Геофизик Джош Киз сделал шокирующее открытие. Ядро Земли перестало вращаться. Электромагнитное поле нашей планеты разрушается, и скоро Земля погибнет. Есть лишь одна надежда. Киз с командой первоклассных ученых должен отправиться в экспедицию к остановившемуся ядру на уникальном термостойком корабле, чтобы взорвать ядерный заряд. Этот взрыв должен будет заставить вращаться злополучное ядро. Путешествие к центру Земли начинается. Болотой компас 2007 года 12-летняя Лира отправляется в удивительное путешествие к Северному полюсу, чтобы спасти своего похищенного друга. В помощь к девочке приходят северные ведьмы под предводительством прекрасной Серафины Пеккала и огромный бронированный медведь. На пути их стоят зловещая миссис Колтер и армия ее монстров. Легенда Адаптация одноименного романа Ричарда Мэттисона о неизвестном вирусе, унесшем в жизни половину населения земного шара, а остальную половину – превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду упырей, а днем – пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии. Таймунакра Рожденные в песках Издавна в Аравии ходили легенды о волшебных конях, будто бы рожденных из песка, ночного неба и вольного ветра. Встретить такого коня – невероятная удача, редко выпадающая на долю смертного. Они обитают в самом сердце бескрайней пустыни и избегают людей, но… Однажды маленькая Нира потерялась безлюдной аравийской глуши. Девочка была бы обречена на гибель, если бы не встреча с загадочным вороным жеребенком, названным ею Шатаном, который помогает ей выжить и найти дорогу домой. Черный красавец становится самым близким другом Нира, но сможет ли она удержать его при себе, когда вернется к отцу? Ведь если верить легендам, такие как Шатан не могут жить среди людей. Их дом – вольная пустыня. Их судьба – быть свободными. Умя – принц Египта Великий фараон Аманхотеп выдал свою дочь за чужестранца по имени Талос. Новый принц Египта оказался жестоким и кровожадным черным магом. По приказу фараона Талоса убивают, а на его гробницу налагают вечное проклятие. Но в день Великого Парада Планет Талос может вернуться к жизни, если его гробница будет открыта. В 20 веке археологическая экспедиция находит гробницу Талоса. Саркофаг принца перевозят в британский музей. Приближается день Великого Парада Планет, когда ужасный дух зла обретет свободу. Мумия оживает и начинает хладнокровно убивать людей и забирать у них внутренности. Только археолог Саманта и детектив Райли могут помешать новой реинкарнации Талоса. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok